После жесткой ссоры между Александром Емельяненко и Дмитрием Смоляковым, двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Заболотный рассказал удивительную историю о том, как его бывший тренер Алексей Чугреев сломал стул об голову Александра Емельяненко, защищая свою девушку. Мы связались с Чугреевым, чтобы узнать, действительно ли такое было, и правда ли, что Александр Емельяненко выпивал в сборной России по самбо в середине 2000-х годов? Не было у вас момента, когда, допустим, у вас что-то до драки не дошло? По-моему, даже рассказал Заболотный, что стулом вы его огрели. Была когда-нибудь такая история? Ну, знаете, я не привык к грязи, особенно журналистам рассказывать. Я скажу так, что то, что было, то было. То, что нет, вот как бы я ничего хочу. Не люблю я с журналистами давно общаюсь. Поэтому знаю, что он мог и в лево, и в право повернуть эту историю. Поэтому я вам так скажу, что я то, что сказал, то оно есть. А все, что там какие-то истории, это уже, знаете, как из-за момента надуманного или ненадуманного. Я знаю, что грязи было много в отношении Александра. И в отношении сборной команды России по боевому самбо, и в отношении сборной команды России по самбо. То есть было очень немало негативного момента. А так, как бы, знаете, как осуждать человека больного алкоголем, наверное, сборно. Ну, то есть проблемы, которые сейчас у Александра есть с алкоголем, они у него и тогда уже были. То есть это все тянется, я так понимаю, не первым. Это и тогда было, и тогда было, и это, знаете, как все знали, что Саше нельзя вообще даже, ну, нельзя даже несколько граммов алкоголя выпить, потому что превращалось потом все это в не очень хорошую ситуацию. Вот. Надеюсь, что это как бы все исправится, но, видимо, там. То есть я, честно говоря, давно его не видел, очень давно. Я так продолжаю тренироваться, что работали, все работает. Я не на базе ММА, я на базе боевого самбо, как бы работали мои ребята в спорте, мира выигрывают, Европу выигрывают. Вот. Потому что сейчас не сталкиваюсь его, в мире бы его самбо нет, но вижу, что он как бы так вот ведет какую-то такую жизнь публичную, достаточно активную. Вот. Но, знаете, как, честно говоря, смотря по его лицу и смотря по поступкам, особенно смотря по тому, как он высказывается о людях, уважения к людям прибавилось. А, знаете, когда человек называется такими словами нехорошими разных людей, это его тоже не сильно красит. Ну, а вот эти вот моменты, когда вы работали вместе, это, я так понимаю, нулевые его-то, да, еще, 2007-й, в таком... Это 5-й, 5-й, 6-й, 7-й, да, когда Емеляенко, они по очереди же там становились чемпионами, там, то есть они были в составе сборной достаточно долгое время, там были у нас... Я помогал, был тоже, как бы, работал тренером сборной вместе со старшим тренером сборной Александром Ильичем Конаковым. Да, 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 знаю. То есть я помогал, как бы, готовил этих же ребят, как бы, до 2009 года, в 2009 году я уже, как бы, ушел на свою сольную только карьеру, только в своей области. Вот, а в плане, говорю, что Александра, я говорю, что я буду надеяться, что все-таки что-то поменяется в его жизни, и, наверное, как-то по-другому он на мир другими глазами посмотрит, трезвый, вот, и посмотрит на то, как-то, как-то брат, и я думаю, что, ну... Ну, что-то поменяется. Ну, надеюсь на это. Ну, говорят, что уже, конечно, в таком возрасте изменить человек слово. В последний раз его выступление только мат, да и не цензурщина одна. Ну, не знаю, не думаю, что это как-то... Публичного человека это красит. Я не знаю, может, он хайпует таким образом, с этим мотор-словом сегодняшнего. Вполне возможно, вполне возможно. Да, и последнее, буквально последнее хотел узнать, это вот вы сказали, что вы все в команде знаете, что вот, если Саше дать выпить несколько там глотков, то уже это начинается некрасивая история. А что, вот, как он менялся? Он злой становился, да, агрессивный? Или как он менялся, когда он пьянел там, не знаю? Слушайте, ну, я не знаю, как, ну, его, в общем-то, поведение не вызывало восторга ни у кого. Понял. После того, как он становился пьяным. Есть люди пьяные и спящие, а есть люди пьяные и весело-агрессивные. Или тяжело агрессивные. То есть у него, конечно, агрессия была такая, то есть невеселая совершенно. Вот. И, наверное, просто есть люди, которым можно выпить, человек себя прекрасно чувствует, есть люди, которые выпьют и чувствуют себя нехорошо. Но я не настолько близко с Александром знаком, чтобы каким-то образом его на его там вот эти вот моменты там как-то реагировать. Я думаю, и Дима Заболотный, он тоже, в принципе, не настолько с Александром знаком, чтобы каким-то образом там, ну, мы же его там 365 дней в году не видим. Сто процентов. На те моменты, которые, например, к тренировочной работе к нему вопросов не было. То есть тренировочную функцию пополнял полностью. А что касается вот после тренировочных моментов, в общем-то, ну, то есть это уже вопрос второй. То есть и дисциплинарный момент, и другие моменты. То есть это уже к нам, ну, меньше касалось тренировок. Наша задача была, чтобы он золотые медали чемпионата. Да, да. Ну, команде нашей приносил, и стране, ну, как бы эту задачу, заценту, задачу он легко справлялся. Вот. В принципе, для него никогда не было проблем чемпионат мира, чемпионат Европы. Ну, а как отмечают, ну, слушайте, не он один такой, я вам скажу. Да, 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 да. Поэтому, в общем-то, я его ничем не осуждаю. Хотя я и считаю, что человек публичный, но особенно с такой фамилией, как Емельяненко, в общем-то, наверное, должен быть подстать своему старшему брату. А уж когда он его осуждает, я скажу, что мне это... Я с Федором Владимировичем знаком очень давно, еще, скажем так, с молодых лет. И я знаю, кто он такой. И когда Александр о нем говорит плохо, честно говоря, ну, мне это очень не нравится. Это лично мое мнение, потому что... Ну, у них, правда, там взаимные тоже опыты. И Федор говорил, что для меня брат умер, там, всякие такие вещи. То есть там у них... Это смейный момент, мы же в них лазить не будем. Ну, например, когда Александр говорит о Федоре Кловке, честно скажу, мне это, ну, неприятно. Потому что я знаю, какой Федор, я знаю, какой Александр, и я могу провести с нами.